10 октября 2010 года. Ночь. Центр управления полетами. Нервная система российской космонавтики, не имеющая права на срывы. Дальность 65 метров, скорость 38 сотых, четко наблюдаю мишень, кресты собраны. Модернизированный корабль «Союз ТМА-М» приближается к Международной космической станции. Привычная, но все же полнительная процедура стыковки. Космический корабль «Союз ТМА-М» успешно состыковался с Международной космической станцией. Центр управления полетами словно собака-поводырь, уверенно вводит корабли в космической темноте. Стыковки, выходы в открытый космос, приземления. Все под вниманием пристального ока ЦУПа. Невидимая нить, сплетенная профессионалами, на хирургически точном оборудовании связывает Землю, борт корабля и Международную космическую станцию. ЦУП не только ниточкой является, он пуповиной, связан с бортом, связан с экипажем. Они общаются с нами, естественно, ежедневно, по несколько раз в день. Они встречаются с семьями, которые сюда приезжают в ЦУП и по каналам связи, с передачей картинки, телевизионной на борт, разговаривают с ними, новостями обмениваются. Они общаются с учеными, которые тоже наезжают в ЦУП и как-то с ними обсуждают результаты. Все началось в Крыму в начале 60-х. Отсюда управляли первыми кораблями «Союз» и станциями «Салют». Именно в ЦУПе Евпатории специалистов впервые разделили на группы, планирование, анализы бортовых систем, управление наземными средствами. Возникла структура, и она легла в основу будущего центра в подмосковном Королеве. Советский Союз тогда управлял космонавтами с Евпаторией, но все считали, что ведет управление Москва. И Леонов, и Попович, и Юрий Гагарин, и Валентина Терешкова, они здесь работали, значит, и руководили своими друзьями в космосе. Расколоть толстый лед противоречий между Соединенными Штатами и Советским Союзом был призван новый центр управления полетами в Королеве. По сути, его создавали именно для проведения исторической стыковки Союза и Аполлона. Евпатория уже не могла справиться ни с технической нагрузкой, требовался более мощный узел связи, ни с политической ответственностью. Стратегический просчет управлять стыковкой так далеко от Кремля. Сюда начала поступать самая современная техника, которую можно было только изготовить в Советском Союзе. После успешной стыковки Союза и Аполлона ЦУП закрепил за собой статус главного центра управления. Появилось и второе название – «Ледокол Холодной войны». Еще одна историческая проверка на прочность в 1985 году. Удалось провести уникальную стыковку со станцией «Салют-7», когда на ее борту не работало оборудование и не было главного рычага управления – связи. Затопление станции «Мир» – очередная хирургическая операция ЦУПа, вошедшая в мировую историю освоения космоса. Станция «Мир» пролетала более 15 лет. Сейчас в здании ЦУПа два зала. Один из них – история – «Зал Мира». Второй – «Настоящее будущее» – «Зал МКС». Круглые сутки, посменно, здесь работают сотрудники центра управления. Коллектив – это основа всего. Самая отличительная особенностью этого коллектива являются те традиции, которые за эти десятилетия здесь сложились. С этого балкона мир видит космонавтику в двух разрезах – на Земле и на орбите. Внизу кипит работа, от которой зависит жизнь космонавта. И даже в день празднования 50-летия, словно время на электронном табло, эта работа не остановилась ни на секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова